Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 16 апреля, вторник. История первая. К Кургану приближается колоссальный объем воды. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. По его словам, вода подошла уже вплотную к городу. Он также опубликовал снимки, подтверждающие его слова. Чиновник также сообщил, что вода уже отрезала от Кургана микрорайон Нижняя Утятка и частично затопила правобережную часть города, где располагаются садовые товарищества. Он призвал жителей районов, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуироваться. Ранее паводковые воды затопили Оренбург и Орск. Началась эвакуация в Курганской и Тюменской областях. Эвакуировано не менее 20 тысяч человек. Более 80 тысяч человек были вывезены из приграничных регионов Казахстана. История вторая. Глава затопленного Орска ответил на расследование команды Навального. Василий Казупица подтвердил, что его сын уехал из России после начала мобилизации и владеет квартирой в Саудовской Аравии. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием. По специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Ранее команда Навального рассказала о переезде семьи мэра Орска в Дубай. Как обнаружил ФБК, сын мэра Николай Казупица около месяца назад приобрел там квартиру за 30 миллионов рублей, куда переехал вместе с женой и детьми. Информацию о жизни в Дубае члены семьи городоначальника открыто публикуют в социальных сетях. Судя по этим данным, они также проживают в Саудовской Аравии. Доходы семьи авторы расследования объясняют так. Во время недолгого перерыва в своей чиновничьей карьере Василий Казупица возглавлял частное охранное предприятие, которое он записал на своего сына, того самого Николая. И совладельцем Орского ЧОПа он числился аж до прошлого года. Такая классическая чиновничья схема. Это прямо идеальный пример того, как все устроено в нашей стране. Десятилетиями сидящий во власти чиновник цинично плюет на судьбы местных жителей и допускает страшную катастрофу. Он рассказывает о том, как здорово и правильно идти умирать на войну, а собственного сына отправил подальше от мобилизации потопов в солнечный Дубай. Орск начала затапливать в начале апреля, после того, как поднявшаяся в Урале вода прорвала защитную дамбу. На следующий день прорвала вторую дамбу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии СК, причиной аварии стали несвоевременно принятые меры по содержанию дамбы в надлежащем состоянии. История третья. Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петричук внесли в список террористов и экстремистов. Теперь банки обязаны заморозить любую активность на их счетах под угрозой приостановки деятельности. Беркович и Петричук находятся под арестом с мая 23-го года. Их обвиняют в терроризме из-за спектакля «Финист Ясный сокол». Пьеса рассказывает о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать женами участников исламского государства. Спектакль получил две театральные премии «Золотая маска». История четвертая. В Тбилиси на митинг против законопроекта об иноагентах вышло более 5000 человек. Протестующие собрались у здания парламента Грузии. В понедельник законопроект одобрил комитет парламента по юридическим вопросам. Это вызвало возмущение оппозиции. Глава партии «Граждане» Александр Элисашвили с размаху ударил лидера парламентского большинства из партии «Грузинская мечта» Мамуку Мадинорадзе, который представлял скандальный законопроект. Первое слушание документа назначено на 16 апреля. Год назад власти уже пытались принять аналог российского закона об иностранных агентах. Это вызвало массовые протесты. Демонстранты столкнулись с жестким противостоянием со стороны силовиков. Тогда против высказались оппозиция и президент Грузии. Правящая партия была вынуждена отозвать документ, но затем инициировала его повторно. Критики законопроекта считают, что его принятие ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, а также станет серьезным препятствием на пути Грузии в ЕС. История пятая. В Нью-Йорке начался суд над Дональдом Трампом. Бывшего президента обвиняют в незаконном расходовании средств, собранных на избирательную кампанию в 2016 году, и фальсификации документов. Речь идет о выплате 130 тысяч долларов из избирательных фондов бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, которая утверждала, что у нее был секс с Трампом. Дэниелс угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании. Обвинение считает, что деньги были уплачены ей за молчание. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн утверждает, что расходы были оформлены как оплата юридических услуг. Он, кстати, выступит на суде свидетелем обвинения. Трампу в сумме может грозить до 20 лет тюрьмы, хотя такой срок маловероятен. Экс-президент настаивает на полной невиновности. Он заявляет, что Коэн – ненадежный свидетель, так как ранее был осужден за ложь под присягой. Суд в Нью-Йорке будет рассматривать одно из четырех уголовных дел против Трампа. Его также обвиняют в попытке отменить результаты президентских выборов и в незаконном обращении с секретными документами. Сам Трамп называет суд вмешательством в президентские выборы. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайт Файл». Довести динсайт Файл. Девушки отдыхают. Трамп «Инсайт Файл». Продолжение следует. Продолжение следует. Подпишись в камере.